С оптимизмом по жизни. 90-летие отметил тружник тыла Анатолий Широков. По городской традиции с юбилеем ветерана поздравили представители администрации и наша съемочная группа. Где родился, там и пригодился. Анатолий Павлович живет в селе Карачарова. Здесь же он провел свое детство. Сам юбиляр вспоминает, что оно было трудным, но счастливым. Когда не был молодом, все эти грядки копали. Было единоличное хозяйство у нас, была лошадь и корова. В тихое семейное счастье ворвалась Великая Отечественная. Родители были напуганы, рассказывает Анатолий Павлович. Ему тогда было всего 15. Я ушел в железнодорожное училище. Вот это мое было начало. Завод Зежинского. Учился два года. Но из этих два года я только получил должность инструментальщика. Вот мы, помню, брусочки делали под линейку. Все это, чтобы было точно. Вот это мне привелось. После учебы Анатолий Широков устроился на завод по изготовлению танков. Работали много. Иногда ночевать приходилось прямо на предприятии. Потом ночью будет. Уголь пришел в этот завод на разгрузку. И я разгружал. Меня еле разбудили в это время. Но я все-таки встал и пошли. И там эвакуированы в Воронежске были старики. И я с ними разгружал уголь. А потом опять на работу. После войны Анатолий Павлович работал водителем. Затем холодильщиком на РИПе. Трудился до самой пенсии. И молодому поколению советуют не лениться. Я только желаю, чтобы трудились больше. Верили в старых людей. И, как говорится, делали, не ударялись в эти пьянки. Вот как я жил, так и хочу людям передать. Сегодня Анатолий Павлович живет с сыном. У него четыре внука и два правнука. Сам Анатолий Широков остается бодрым и жизнерадостным человеком. И возраст не помеха. Анастасия Белова, Александр Симонов. Новости Муром.